В продолжении темы развития жилищно-коммунального хозяйства. Участники традиционного строительного объезда оценили ход капитального ремонта двух участков магистрального водопровода. А присоединившиеся к ним депутаты и члены общественной палаты осмотрели готовность аллеи трудовой славы к эксплуатации в зимнем режиме. Рассказывает Антон Сапогов. На аллее трудовой славы завершаются работы по укладке декоративного камня и ведется монтаж ограждения вдоль дорог по периметру аллеи. Все основные сложные работы выполнены и есть предпосылки, что этот строительный объект к середине декабря будет закончен в полном объеме и сдан. Представители общественной комиссии посовещались, какие еще архитектурные элементы для украшения аллеи можно тут разместить на будущий год. Например, поставить стеллу с названием аллеи. Сегодня она уже эксплуатируется в зимнем режиме. Тротуары ежедневно чистят от снега, горбатый мостик посыпают песком. Работает освещение, скамейки и урны расставлены по своим местам. Строители со своей задачей успешно справились. Хорошо погода помогла в этом году, достаточно долго не было снега и морозов, поэтому строители все успели. Конечно, прилагая неимоверные усилия, но риски строителей были. Они могли и летом большим количеством людей выполнить эти работы и в зиму не заходить. Но хорошо, что в этом году заканчиваем. Второй объект, который строится с нуля по программе инициативного бюджетирования, это спортивно-игровая площадка в 24 микрорайоне, который в народе прозвали Санта-Барбара. Инициатива этого строительства исходила от местных жителей. С их подачи наш муниципалитет подал заявку на областной конкурс. Пройдя конкурсный отбор, проект получил областное финансирование. Плюс 15% денег от стоимости площадки собрали жители и меценаты. Таким было условие конкурса. В результате появляется объект, который становится муниципальной собственностью. Он встанет у нас на обслуживание управления городского хозяйства. Там будет спортивная площадка, имеется в виду корт, спортивная площадка с тренажерами воркаут и детская площадка, тротуар, освещение, все как положено будет выполнено. В связи с наступлением зимы работы приостановлены. Благоустройство площадки отложено на будущий год. Но часть капитальных работ будет выполнена до конца текущего года. Так пообещали подрядчики. Обещают выполнить работы по заливке основания бетонного в этом году. В принципе, небольшой мороз, там до минус 10-15 градусов абсолютно не проблема. В бетон добавляются специальные присадки, компоненты антизамерзающие, антифриз фактически. Ну, либо соль добавляется. Поэтому бетон схватится, нормально затвердеет, проблем никаких нет. Если они зальют основание бетоном, то также успеют еще установить ограждение спортивной площадки. Тем временем в Южном районе продолжается реконструкция участка магистрального водопровода. Прямой участок трубы уложен в траншею. Проведены испытания герметичности всех сварных стыков, установлены колодцы и вся канава засыпана грунтом. На этом участке осталось сделать пересечку под дорогой. Два месяца подрядчик безуспешно искал необходимую для этого буровую машину. На прошлом объезде речь зашла о том, что дорогу уже проще перекопать. Мы предлагали подрядчику пройти открытым способом, то есть вскрыть дорогу и проложить трубу. Но они пока надеются пригласить сюда специалистов по горизонтально направленному бурению, чтобы проколоть под дорогой, заложить гильзу и туда трубу соответственно. Ну, посмотрим, привезут они, найдут они или нет себе субподрядчиков. Ну и дальше начинается сложный участок водопровода, который пройдет в коллекторе у нас, в коммуникационном, который в Южном районе. Там большое количество коммуникаций уже уложено, плюс дополнительно мы прокладываем трубу от этого водопровода. Ну, сложный объект, именно стесненные условия, но подрядчик обещает до конца года выполнить эти работы. В гаражном массиве утещенного языка строители, как и обещали, приступили к укладке магистральной трубы холодного водоснабжения открытым способом. Они долго пытались протянуть трубу под землей, но всякий раз буровая машина упиралась в скальные массивы. На строительную площадку доставили мощный экскаватор, который выворачивает из земли камни весом в полтонны. Траншея делает проход и проезд в этом месте невозможным, но владельцев гаражей предупреждали об этом заранее. Придется смириться с этими временными трудностями. Связано это с неудобствами, в том числе и для жителей, потому что ограничивается проезд и въезд в гаражи. Но, да, неудобства большие, но надо потерпеть, потому что водопровод тоже очень старый и, не дай бог, порвется. Он один из существенных таких водопроводов, один из важных водопроводов в городе, который питает эту часть города. На участке от улицы Ленина до Дельфина пойдем все-таки закрытым способом, разрушением старой трубы. Тоже обещают в среду привезти новую установку, разрушитель и выполнить эти работы закрытым способом. В образовавшуюся траншею строители укладывают новую полиэтиленовую трубу, которую сваривают здесь же, на месте. Теперь работа движется быстрее и строители выражают уверенность, что отремонтируют водопровод в обещанные сроки до конца года. Антон Сапогов, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги.